Так, нашла вот я такой небольшой горшочек. Думаю, большой я не нужно слишком, чтобы гора долго не была влажная, наоборот. Никаких дополнительных отверстий делать не буду по бокам, что он и так маленький. Так, и сейчас будем примиряться. Бедняжечка, бедняжечка, больняшечка, больняшечка. Вроде бы нормально, больше ей пока не нужно, это точно. Тут у меня кора, которую я обрабатывала, то есть я ее в духовке прожарю. Насекомые в коре купленной. Так что я уже рисковать не хочу, я всю кору покупную. Если даже вот иногда открываешь пакет, а там вот таким как влагой пахнет. Вот у меня есть немножко тут перлита, болек, кора и этого достаточно. Да, давайте сажать. Заполняем горшочек аккуратненько. Ничего нигде не приму. Да, не повезло мне, конечно, с этой орхидейкой, она такая невезучка у нее. А, да, забыла еще поролон под попу положить. Ой, не поролон, а этот пенопласт. Лина, принеси кусочек пенопласта. Сейчас я ей самое главное, короче, забыла. Подложим пенопласт. Так, этот такой липкий. Угу. Так, под попу положим пенопласт. Спасибо, Алина. И продолжаем дальше засыпать на горшочек. Так, тут еще надо немножко пенопласт добавить. Полью, наверное, я ее, значит, завтра. Сегодня я ее оплескаю по листу. Хотя она у меня, конечно, давно уже нормально не пила. Потому что она все на просушке, на просушке, на обработках, на просушке. Так, ага, так, тут я эти места не хочу сильно заглублять в шайку. Если у вас такие проблемные орхидеи, никакого муха спаркнула, возрешайте, не ложите. То есть вплотную ложите подальше по бортику. Не достаточно. Сейчас я вытру руки и возьму камеру вам показать. Вот так я засыпала нашу кору. Вот такой горшочек. Кара у меня сухая. Поливать я ее буду завтра. Сейчас я ее оплескаю только по листикам. Конечно, она у меня на диете. Никакой водички, никакого поливания. У меня все просушки, все просушки, обработки, просушки, обработки, просушки. Вот, нормально она мне не пила уже давно. Но листики нормальные. Все хорошо, я же говорю, стойкий боец. Так ее и буду называть. Все у нас будет хорошо. Наши места обработаны, замазаны. Так. Туда немножко, конечно, налить. Вермикулит налип и немножко. Но ничего страшного. Вот в таком горшочке он будет у меня. И будем ждать молоденьких корешков. Я очень на это надеюсь. Конечно, никакого переливания, никакого заливания уже не будет. То есть, будем стараться. Лучше, конечно, пересушить, подсушить, чем залить орхидерику. Видите, какие проблемы? Мой боже мой, ничего. Будет какой-то опыт. Даже негативный опыт, это опыт. Чуть-чуть с поливизатора не буду сильно мочить. Вот так вот пролью сверху. И, конечно же, листики. И мы сидим как неваляшка, корней мало. Ой, неваляшечка, больнюшечка. Да? Все, пошли мы поливаться. Какие предположения, что это? Нет, я не сошла сама. Все со мной хорошо. Значит, что мы делаем? Мы сейчас поливаемся и восстанавливаем тургор, листочков. У меня они поникли. Вот, я эту орхидейку ставила на просушку специально. Вот, и у меня этот листик, смотрите, он сейчас уже стоит самостоятельно. А так он у меня лежал и прикасался аж к этому листику. А сейчас он уже может стоять. И всего лишь пришло сутки с этой штучкой. Значит, это поролоновая бигудя. Вот такая вот старенькая. Я ее подставила и мы, значит, опрыскивались. Поверху листочков каждый день вода на один литр. На две капельки вот этого вот удобрения жидкого. Это идет как биогумус. Гумусовые витаминки вот такие вот, коричневые. Да. Значит, одна-две капельки на один литр воды. И опрыскивали мы листочки сверху и снизу. Плюс вот эта вот штучка. Она у меня простояла сутки и листик уже вот. То есть, уже, уже он стоит. Теперь я ее поставила повыше, чтобы он полностью выпрямился. Так. Просто так растению легче принять свою позу изначальную. Потому что, если он будет у вас висеть, оно будет очень-очень сложно. Так, сейчас я вот. Значит, такая у меня конструкция. Поливая сейчас эту орхидайку, она у меня пьет фитоспирин. Плюс, плюс янтарная кислота. Орхидайка у меня очень сильно болеет после пересадки. Она у меня сидела в торфе. А посадила я ее в кору. Плюс был такой момент, что я ее залила. Это моя была ошибка. Вот. И она сейчас это переносит очень-очень трудно. Потом я ее специально подсушила. Корешки я ей сушила. И она у меня немножко потеряла вот в листьях туркор. Не до такого критичного я ее довела, чтобы прям листики висели, как тряпочки. Нет. Вот они вот немножко-немножко, вот они стали вот не такие вот упругие. И вот этот вот листик повис, и этот немножко повис. Вот. И видно вот такие вот прожилки. Вот. Когда теряется влага, вот она становится вот такая вот как бы рифленая. Вот. Сейчас я ее отпаиваю, привожу в чувство. Восстанавливаем туркор. Вот. Мне очень этот способ понравился, так как я вижу результат. Листик уже становится как мне нужно. И посмотрим, что будет дальше с этой орхидейкой. Как оно. Оно. Там корней очень мало. После залива, конечно, не практически все были в ужасном состоянии. Но есть там здоровые росточки, есть здоровые корешки. И я на нее очень-очень надеюсь. Она у меня стойкий боец, она у меня столько всего перенесла. Ну и боже. Я у нее срезала цветонос. У нее вот тут был вот цветонос. Я ее решила не мучить. Так, чтобы не хватило сильного восстановления. Я хочу помочь. У меня любим, что может он не тратите. Я иду, Count Й